В компания Рим решили, деловым смартфонам нужен помощник в виде небольшого планшета. Размеры Playbook позволяют убрать его во внутренний карман пиджака. Внешний вид планшета получился с одной стороны скромный, с другой строгий. Здесь нет никаких финтифлюшек, лишних элементов. Одним словом, всюду царит минимализм. Операционка Playbook BlackBerry Tablet OS построена на базе платформы QNX. Знакомство с OS происходит достаточно быстро, долго привыкать не придется. Начинать движение пальцами необходимо с черной рамки вокруг экрана. Содержимое выпадающего сверху меню настроек зависит от запущенного приложения. Очень удобно реализована многозадачность. Чтобы переключиться между программами, достаточно выполнить жест, используя боковые рамки. Конечно, стандартные задачи, вроде зума, также поддерживаются. Работа над устройством еще не закончена, нам обещают добавить различный функционал. Например, пока нет возможности изменить раскладку клавиатуры в оно нажатие. И еще на данный момент отсутствует собственный почтовик. Да и вообще предустановленного софта здесь не очень много. В наличии приложение для просмотра изображений и видео, калькулятор, карты Bing. Имеется и пакет программ для работы с разным типом документов. Браузер Playbook просто замечательный, радует скорость работы, а также полная поддержка технологии Flash. В списке программ можно найти клиент для Facebook, YouTube, а вот пользователям Twitter придется грузить стороннее приложение из магазина App World. Но и здесь разгуляться пока негде. Тем не менее, найти что-то удовлетворяющее вашим потребностям все же можно. Так, для Twitter нами было выбрано приложение Lemma. С помощью встроенной камеры можно делать неплохие снимки и записывать видео в HD. А благодаря фронтальной камере и приложению VideoChat вы можете организовывать видеообщение с другими пользователями BlackBerry. Как мы уже говорили в обзоре BlackBerry Torch, все официальные смартфоны компании распространяются за блокированным Wi-Fi. При этом планшет пока продается без 3G-модуля. Если использовать устройство в связке, то вы получаете постоянно подключенный к сети тандем. PlayBook может работать одновременно с Wi-Fi подключением и соединением к сотовой сети через BlackBerry Bridge. В этом случае в меню устройства появляются дополнительные приложения. Браузер смартфона, почтовик, календарь, блокнот и файловый менеджер с доступом к данным смартфона. Мультимедийные возможности PlayBook очень хороши. Это касается и громких динамиков, и возможностей подключения к телевизору с помощью HDMI-кабеля. Планшет может выводить на ТВ как картинку, так и звук. Поддерживается разрешение 1080p. Все параметры настраиваются через меню. В отношении игр все не так радужно. На сегодняшний день вышло немного проектов, оптимизированных под данные железа и разрешение экрана. Однако производитель заявляет, что количество софта будет увеличиваться. Компания планирует наладить программу стимулирования разработчиков. Планшет нам очень понравился своим дизайном и возможностями, но все свои умения PlayBook покажет позже. Надеемся, что RIM сможет увеличить количество интересных программ. В самое ближайшее время компания вряд ли привлечет новых пользователей в свои ряды. При нынешнем положении дел PlayBook, скорее всего, заинтересует исключительно обладателей смартфонов в Легвере. Продажи планшета начнутся уже этой осенью. На выбор будут доступны модели на 16, 32 и 64 гигабайта. Цены пока не определены, но ориентироваться стоит на ценники Wi-Fi версии Apple iPad 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова